Эко-школа «Жизнь в стиле эко-экологический код действий». Название обучающего семинара, который состоялся в Центре «Романтик», говорит само за себя. Мы решили, что очень важно привести такую эко-школу, дать базовые знания от наших социальных партнеров. Лесничество, Мособллес, представители эколог компании «Хартия», также представители благотворительного фонда «География добра», сообщество «Среда роста». Среди гостей также есть сегодня представитель московского экологического движения «Раздельный сбор» компании «Собиратор». Во всех образовательных учреждениях сегодня проводится большая работа на тему окружающей среды. Учителя, педагоги дополнительного образования и работники дошкольных учреждений стараются воспитать подрастающим поколение и любовь к природе, неравнодушие к вопросам сохранения планеты. Все пришедшие на семинар – руководители эко-отрядов. Участники могли посетить экспозиции на экологическую тематику, почерпнуть что-то новое благодаря представленной Щелковской центральной библиотекой литературе, пообщаться с экологами и эко-активистами. Чем чаще будем встречаться, а лучше всего, конечно, делать, чем больше будет у нас последователей, наших единомышленников, тем, я думаю, больше шансов у нас сберечь будущее нашей родной земли, для наших детей и последующих поколений. Раздельный сбор мусора, восстановление леса, водоемов – все это сегодня не просто на слуху, но и постепенно приобретает четкий алгоритм действий, благодаря работающим программам. Мы в детских садиках городского округа Щелково, в учебных заведениях, в колледжах проводим мероприятия, рассказываем детям, как правильно сажать деревья, как проращивать семена кедров, ну и, в принципе, рассказываем об экологии в целом. Почему вообще существует проблема мусора и почему мы думаем, как же, что с ним полезного сделать? К нам в организацию постоянно приходят запросы и от школ разных, и, в принципе, от каких-то компаний, которые у себя в офисах пытаются нести просвещение тоже в этой сфере. Важно не останавливаться на достигнутом, поднимать вопросы экологии регулярно и воспитывать в людях ответственное отношение к окружающей среде с малых лет. Это особенно актуально в эпоху потребления, как считают спикеры семинара. Часто отвечая на вопрос, кто такие экологи, все сводится к тому, что это люди, которые собирают мусор, ну, как бы и все, очень узко видят население вообще вопрос экологии. Мне бы хотелось, чтобы они взглянули на это более широко. Эко-школа – это не скучные лекции на тему экологического образования, а живой диалог с аудиторией, а также возможность педагогам оценить проведенную работу. Эко-активисты планируют продолжать такие встречи. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.